с каждым днем жители нашей страны все дальше отходят от пластиковых растений и все чаще выбирают натуральные декорации такие как растения коряги и конечно красивые фактурные камни на мой взгляд один из самых распространенных красивых камней является вулканическая лава именно о таком камне мы поговорим в этом видео лава что это вообще такое и откуда она берется еще со школьной скамьи мы знаем что лава это раскаленная жидкая или вязкая масса из расплава горных пород которая по той или иной причине попадает на поверхность земли состоит преимущественно из силикатного состава от 40 до 95 процентов застывшая лава используется повсеместно и не только в аквариумистике интересная фактура пористость вулканической лавы это что она практически нейтрально вот основные факторы которыми она привлекает всех любителей аквариумов часто можно встретить мнение что лава абсолютно нейтрально и это не совсем так многое зависит от примеси в ней поэтому она не может быть абсолютно одинаковой даже если добывается в одном месте но в целом основные параметры воды такие как каш и паш приемлемы и отклонения невелики замечу что и цвет лавы бывает разный это красная лава черная и различные оттенки этих цветов если задаться вопросом почему цвету лавы разный придется вернуться к тому что состав у лавы может быть разный красная лава например богата оксидом железо отсюда и цвет вообще в лаве присутствует все что необходимо для нормального роста и развития многих популярных аквариумных растений калий магний цинк и даже железо о котором я только что говорил причем не просто железо а его двухвалентное соединение именно то что растениям необходимо но это далеко не все полезные свойства лавы о которых нужно знать каждому аквариумисту более того лаву используют по-разному в зависимости от ее фракции совсем мелкую лаву от 1 до 7 миллиметров часто используют как грунт в качестве грунта этот камень смотрится очень привлекательно натуральные природные цвета не сливаются цветными рыбками а наоборот выделяют их и подчеркивают яркость окраса любители растений в аквариуме часто используют лаву в качестве подложки под основной грунт это делается для того чтобы корни которые находятся под грунтом не портились лава не слеживается как например песок и не закисает более того многие опытные аквариумисты считают что лава накапливает ил с необходимыми питательными веществами которые в дальнейшем усваивается аквариумными растениями для того чтобы лаву использовать в качестве подложки как правило выбирают фракцию от 7 до 12 миллиметров пористость лавы важнейшее преимущество перед другими камнями выбрав фракцию этого камня от 9 до 15 миллиметров ее используют в качестве наполнителя для внешнего фильтра и конечно же в сампу пористая поверхность камня дает хорошую циркуляцию воды и идеально подходит для поселения колоний нитрифицирующих бактерий к тому же лава фильтре не хуже губки задерживает на себе мелкие частицы взвеси то есть производит механическую чистку небольшие куски лавы используют для закрепления некоторых растений в первую очередь это конечно же различные мхи но и растения имеющие корни также успешно закрепляются на лаве например анубиасы или буцифаландры отличное прирастание растений опять же обеспечивается за счет пористой поверхности сегодня в продаже часто встречаются нарезанные из лавы бруски правильной прямоугольной формы с небольшой толщиной смотрятся они не природно но для тех людей которые занимаются продажей растений вещь нужная и пользуется огромным спросом крупные куски лавы используют в качестве декора в оформлении аквариумов необычные формы лавы и ее фактура позволяют воплотить в жизнь самые смелые идеи оформителей аквариумов немаловажную роль играет и вес этого камня по сравнению с многими другими камнями которые используются для хардскейпов лава в разы легче и это еще один плюс в копилку этого камня вы только задумайтесь оформляя аквариум лавой аквариумист получает сразу элемент натурального декора который так или иначе фильтрует воду задерживая на мелкие частицы взвеси способствует устранению вредных веществ из аквариума которые появляются в результате жизнедеятельности аквариумных жителей является отличным домом для полезных бактерий особенно если направить на этот камень течение и конечно помогает растениям все перечисленные плюсы и отсутствие минусов позволяет мне с уверенностью сказать что лава это один из лучших вариантов натурального декора особенно для начинающих аквариумистов камень универсальный и многофункциональный если вы стоите перед выбором обратите на него особое внимание а и и и и и и и и